Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот она у меня какая, красота какая. Вот она где, в полный рост. Давай. Откровение, 20 глава, 13 стих. Тогда отдало море мертвых, бывший в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Толкование. Все люди от первого до последнего, как бы смертью, не умерли. Какой бы участи их тело не подвергалось, воскреснут. Сколько бы не было и не будет рожденных на свет, говорит святой Ефрем Сирин, все придут на сие позорище видеть суд. Все умершие соберутся на место суда. Ужасом будет объята смерть и изблюет всю свою добычу. И не оставят ни одного мертвеца. Не представят его в судилище. С земной персти повелено будет отделить прах умерших. Кто поглощен морем, кого пожрали звери, кого раскрывали птицы, кто сгорел в огне, все пробудятся, восстанут и явятся. Как и сказано в Евангелии, что наступает время, в котором все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изуду творившее добро воскресенье жизни, а делавшее зло воскресенье осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стих. В смерти душа человека оставляет его тело. Тело же, разлагаясь, претворяется в прах земной, от которого оно и было взято. Иные считают, что это тело исчезнет в огне суда, а Господь сотворит новые тела людям. Так считал, например, Ориген. Но это неверно. Мы уже видели, что мир не исчезнет, но пройдет его ветхий образ и сотворится новый. Так и здесь. То самое тело, которое некогда умерло и исцелело, непостижимым нашему уму образом воскреснет. Всякое тело, говорит Андрей Кисарийский, на что разложилось, из того же будет составлено и отдано. Было ли оно предано земле или морю? Если бы Бог до конца уничтожил старый мир и заново создал новый, в том числе и тела людей, то это была бы победа сатаны. Но всемогущий Бог не оставит и не уничтожит свое творение, но спасет его и совершенно обновит. Участники воскресения жизни получат новые тела, сообразно телу воскресшего Господа Иисуса Христа, который, уничтоженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Филиппийцам 3 глава 21 стих. В таком духовном теле воскресшие люди будут жительствовать на небесах. Воскречение жизни будет совершенно жилтворящим Духом Божиим, как сказано, что воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Римлянам 8 глава 11 стих. Печать Духа, святого есть залог этого воскресения. Поэтому Бог и запечатлевает нас, и дал... запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. 2 Коринфянам 1 глава 2 стих. Участники воскресения осуждения получат тела, соответственные страшным местам гиены огненной. Тела, которые будут вечно гореть и не сгорать. Тела, которые будут вечно точить червь неумирающей. То, что мертвых отдало море, смерть и ад, означает, что усопшие, испытавшие разную смерть, одинаково будут воскрешены в последний день. Под отданным морем следует буквально понимать всех утонувших морях. Разумеется, здесь под морем множество народов нет никакого основания. Разграничить же конкретно отданных смерть и адам очень трудно. Смертью и адам очень трудно. Понимать это можно различно. Речь может идти обо всех претерпевших смерть, чьи души отделились от тела и пошли в ад. Место нам неведомое, приемлющее души, отходящее отсюда. В этом смысле ад надо разуметь не как место мучения, а как место пребывания душ всех умерших людей. Можно же разуметь и ад как место, где мучаются сейчас души нечестивых. Ибо Иоанн вообще об этом видении видит в основном суд над нечестивыми. Так в день второго славного пришествия Христова при гласе Архангела и трубе Божией 1 Фессалликицам 4 глав 16 стих ничто, ни море, ни смерть, ни ад не смогут удержать свои жертвы. Некогда они вырвали людей из круга жизни, но теперь придется их отдать. Море и земля отдадут пепел сожженных, прах истлевших и мощи нетленных. Смерть и ад отдадут покойных, и будет великое всеобщее воскресение мертвых. И судим и судим был каждый по делам своим. Это означает, что различна будет слава праведных в зависимости от их дел, а также различны будут муки нечестивых, ибо не одинаково они грешили. О различной славе праведных так говорит Господь. В доме отца моего обители много. Евангелие от Яна 14 глав 2 стих. Апостол Павел пишет, «Есть тела небесные и есть тела земные, есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых». 1 Коринфянам 15 глава 40 по 42 стих. Поэтому уже сейчас в церковных службах разных святых оказывается более или менее почитание или меньшее почитание. Небо, земля и человек предстали суду Божьему. Последний день мира кончился. Откровение 20 глава 14 стих. «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая». Толкование. Это смерть смерти. Иные подвержением смерти из ада в озеро огненное понимают вержение в гену властители и служители смерти и ада, то есть демонов. Как часто под городом разумеют жители города, так и под адом можно разуметь его жителей. Лучше же видеть здесь то, о чем писал апостол Павел. «Во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христову, в пришествии его, а затем на страшном суде, конец, когда он предаст Царство Богу и Отцу, когда он пройдет всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему он належит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть». 1 Коринфянам 15 глава с 22 по 26 стих. «Так на страшном суде после суда над всем миром и людьми будет осуждена и сама смерть, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облече внетление, и смертность облечется в бессмертии». Тогда сбудется слово написанное. «Поглощена смерть победою, смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа». 1 Коринфянам 15 глава с 52 по 55 стих. Осия 13 глава 14 стих. «Смерть это прекращение жизни человека, разделение души и тела. Ад место пребывания душ умерших. Когда же все воскреснут, предстанут на суд и начнется вечность, тогда упразднятся излишни будут смерть и ад. Смерть это отчуждение от Бога. Ее породил Люцифер, когда отпал от Бога. Ей умер Адам, когда согрешил. Но вот все снова предстает пред Богом и умирает смерть. Настал смертный день смерти. Смерть вторая. Смерть вторая это озеро огненное. Это вечное отчуждение от Бога. Туда попадет смерть первая и ее жилище Ад. Когда оправданно на суде праведники увидят страшное ввержение смерти и Ада в Гену, то воскликнут «Смерть! Где твоя жало? Ад! Где твоя победа?» В наше время очень многие утешают себя тем, что все кончится смертью, то есть небытием. Но здесь глубокое непонимание того, что такое небытие. Это понимание порождено тем, что многие совершенно перестали понимать, что такое бытие. Истинное бытие это Бог, ибо Он сказал о себе «Я Исущий» Исход 3 глава 14 стих. «Мы же только им живем и движемся и существуем» Деяние 17 глава 28 стих. «Небытие это несущее, небытие это не Бог, как и тьма не есть некая субстанция, а есть отсутствие света, не свет». Исходя из этих определений, кстати, ясно, сколько несуразно требование доказать бытие Бога, ибо истинное бытие и есть Бог. Тварь может иметь временную и вечную жизнь или бытие в Боге. Сущие под благодатью сейчас имеют временное бытие в Боге. После же всеобщего воскресения и суда будет иметь вечное бытие в Боге. Также из смерти тварь может подвергнуться временной и вечной. Сейчас при частном отчуждении от Бога тварь попадает в рабство первой смерти, первой стадии небытия. После страшного суда все будет полное отчуждение павшей твари от Бога. Если сейчас страшно не быть в Боге, то сколь страшно будет абсолютное небытие, абсолютное отсутствие Бога. Если страшен ад вместо временной смерти, временного небытия, то коль страшна будет гиена вместо вечной смерти, вечного небытия. Трепещись его душа, а не утешайся мыслью о небытии. То, что будет в гиене, строго говоря, нельзя называть ни жизнью, ни бытием. Это вечная так же, как и сейчас состояние грешника. Это не жизнь, а смерть, временное небытие и ад. Крещение же первое воскресенье, обуславливаемое второе воскресенье и жизнь вечную, в вечном бытие с Боги. Как вечно бытие, так вечно его отрицание, небытие или смерть вторая. Заключительным аккордом страшного суда звучат слова Откровения 20 глава 15 стих И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Возревнуем же, чтобы имена наши не были сглажены из этой спасительной книги. Глава 21 С момента творения мира и до страшного суда существует время. Оно как капля брошенная в неизмеримый океан вечности. Лучи Писания освещают всю эту каплю времени и показывают нам ее во всей полноте. Но несколько лучиков выходит из капли времени, теряясь в океане вечности, позволяя нам что-то познать о нем. Со священным страхом и трепетом прониким и мы к этому таинственному видению невидимого. Откровение 21 глава 1 стих И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля виновали, и моря уже нет. Толкование Библия начинается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю» Бытие 1 глава 1 стих А в ее последнем повествовании говорится о новом небе и новой земле о великом Паке Бытие Вселенной Матфея 19 глава 28 стих Начало Библии Бытие Конец Паке Бытие Паке Снова Паке Бытие Снова Бытие Славянское Как в водах святого крещения в бане Паке Бытия Титу 3 глава 5 стих Прекращается ветхое Бытие Души и начинается новое Так в огненном крещении Страшного Суда прекращает свое ветхое Бытие Вселенная и начинается Паке Бытие Мира Во всем Писании слово Паке Бытие употреблено в два раза Матфея 19 глава 28 стих и Титу 3 глава 5 стих Один раз говорится о Паке Бытие Души через воды Крещения А другой раз о Паке Бытие Мира через огонь Суда Бытие Мира было нарушено грехом Но вот уничтожен грех Начинается Паке Бытие Прежнее небо и прежняя земля миновали Они потеряли свое Бытие в Боге И настолько были испорчены что нуждались не в исправлении и улучшении а в новом Бытие Паке Бытии Как о Крещенной Душе сказано Кто во Христе тот новая тварь Древнее прошло теперь все новое 2 Коринфянам 5 глава 17 стих Так и о новом мире Ибо прежнее прошло все творю все новое Откровение 24 глава 4 5 стих С другой стороны речь идет не об уничтожении прежнего мира и сотворении нового но о прохождении прежнего бытия и начале нового бытия Паке бытия той же самой твари Псалом Певец говорит о земле и небесах что все они как риза обвешают и как одежду ты переменишь их и изменятся Псалом 101 27 стих Не о новом сотворении мира а о новом бытие прежнего мира говорит Псалом Певец Завид словами И ты обновляешь лице земли Псалом 103 30 стих Святой Иоанн Богослов так пишет об этом в своем послании тема проходит и истинный свет уже светит и еще и мир проходит и похоть его а исполняющий волю Божию пребывает вовек 1 Иоанна 2 глава 8 17 стих Апостол Павел так писал о прежнем бытии мира ибо проходит образ мира сего 1 Коринфянам 7 глава 31 стих о пакте быти и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих Римлянам 8 глава 21 стих А в Евангелии сказано что небо и земля прейдут Матфея 24 глава 35 стих в славянском переводе мимо идут как будет проходить самое изменение вселенной все должно быть изъято из предметов нашего любопытства говорит святое Григорий Низкий но как прежний мир возник из воды и от нее получил свое бытие так новый мир восстанет из огня и через него получит свое баки бытие Вначале Словом Божьем небеса и земля составлены из воды и водою потому тогдащий мир погиб быв потоплен водою а нынешние небеса и земля содержимые тем же словом сберегаются огню на день суда 2 Петра 3 глава 5 по 7 стих прообразом этого может служить старое водное крещение Иоанна Претечи и новое крещение огнем и духом Иисуса Христа Бога Слова огонь во всякой вещи под землей и в облаках огонь поэтому является символом не только разрушения и уничтожения но и очищения и освещения из мирового пожара по очищению из гари возникнет небо и новая земля посему говорится не о бытии тварей но о перемене к лучшему Андрей Кисарийский Блаженный Августин Блаженный Августин пишет так в мировом пожаре уничтожают совершенно от огня те свойства тленных стихий которые соответствовали нашим тленным телам а самая субстанция получит такие свойства которые через удивительные изменения окажутся соответствующими бессмертным телам так что мир обновится к лучшему получит полное приспособление к людям обновившимся к лучшему и по плоти Блаженный Феофилак Бог однажды создал вещество и что было необходимо для здешней лишь жизни и для тамошней бесполезно излишне то он отменит а что полезно тому даст новый образ и дозволит наполнять другой нетленный мир мысль о том что мир будет уничтожен отвергнута на пятом вселенском соборе как иеретическое о новом небе и новой земле так писал еще святой пророк Исаия ибо вот я творю новое небо и новую землю и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце ибо как новое небо и новая земля которые я сотворю всегда будут при лице моим говорит Господь Исаия 65 глава 17 стих Исаия 66 глава 22 стих и апостол Петр описав гибель грешного мира в огне страшного суда говорит впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда 2 Петра 3 глава 13 стих Душа оставь ветхую жизнь и ветхого человека гряди погрузись в баню паки бытия начни снова свое бытие только начав уже сейчас это новое бытие в Боге ты сможешь приобщиться паки бытия нового неба и новой земли и как паки бытия сподобятся и небо и земля так и ты сейчас и душой и телом должен возродиться и вести новую жизнь быть новой тварью посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших которые суть Божия 1 Коринфянам 6 глава 20 стих вода вода была основанием первичной стихии прежнего мира в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою 2 Петра 3 глава 5 стих земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною и дух Божий носился над водою бытие 1 глава 2 стих новое небо и новая земля выйдут из стихии огня в котором кончится первый мир а потому и основанием нового мира будет не вода моря уже нет а огонь света Откровение 2 глава 23-24 стих и Откровение 22 глава 5 стих иные отцы разумели здесь и море житейской суеты и волнений Андрей Кисарийский пишет также если море означает бурную и волнующую жизнь то его не будет уже ибо во святых не останется ни малейшего смущения или страха блаженный Августин мятежный и бурный век подразумеваемый под именем моря не будет жизнью смертных это мнение подтверждает Василий Великий в толковании на Исаия 44 глава 28 стих который бездне говорит иссохни и реки твои я иссушу сейчас жизнь человека подобна щепке брошенной в метующееся бушующее море потому и поет церковь житейское море воздвязаемое видя на пасти бурею к тихому пристанищу твоему притекаю вопию к тебе возведя отнесление жизнь мою жизнь мой многомилостивый это море иссохнет в огне последнего дня и в вечности моря уже нет можно же здесь разуметь и буквально что не будет моря прежнего мира ибо оно уже не будет нужно людям Андрей Кисарийский для чего и море часто бурное и гибельное зрелище ужасов и мятежа стихий оно не может иметь места в жилище вечной тишины и безопасности тогдашний мир был не только составлен из воды водой но и погиб быв потоплен водою 2 Петра 3 глава 6 стих вода стихия жизни первого мира была и стихия гибели ужаса и смерти на новой земле моря уже нет Откровение 21 глава со 2 по 4 стих И я Иоанн увидел святый город Иерусалим новый сходящий от Бога с неба приготовленный как невеста украшенный для мужа своего и услышал я громкий голос небоговорящий все скиния Бога с человеками и Он будет обитать с ними они будут Его народом и сам Бог с ними будет Богом их и отрет Бог всякую слезу с очей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло Толкование Центром новой вселенной тайно зрителю видится святый город Иерусалим новый Иерусалим был из центра старого мира в Эдеме колыбель человечества туда Бог поместил Адама первого человека на месте города Иерусалима на Голгофе был по церковному преданию похоронен Адам там нашел себе последнее предстанище изнанное израя там смерть настигла первого искусившей жизнь и бытие и вот одним человеком грех вошел мир и грехом смерть так и смерть пришла во всех человеков потому что в нем все согрешили Римлян 5 глава 12 стих так это место стало местом падения и смерти твари но там где смерть захватила Адама там Бог решил воскресить жизнь там тварь потерявшись в бытие в Боге должна возродиться приобщившись паки бытия центр смерти и тления должен был должен был стать центром жизни паки бытия о начале этого мы читаем еще в книге бытия Милхиседек царь Салимский вынес хлеб и вино он был священником Бога Всевышнего и благословил его и сказал благословен Аврам от Бога Всевышнего владыки неба и земли так владыка неба и земли посылает через своего священника Милхиседека благословение града Иерусалима Авраму и всему роду его благословение Иерусалима почило на отце веры римлян 4 глава 11-12 стих Аврам а через него на всей церкви ветхозаветной столицы центром и святилищем который и стал Иерусалим как и 1 Адам 2 Адам Христос римлян 5 глава 18-19 стих рождается не в Иерусалиме но сюда приходит вкусить смерть на месте погребения Адама умирает Христос на кресте вот почему под распятием Христовым бывает изображение черепа Адама знак того что смерть попрал и на третий день боголепно воскресает кровь и вода Голгофы Иван Гляд Иоанна 19 глава 34 стих и 1 Иоанна 5 глава 6 стих вот баня паки бытия вселенной центр смерти становится центром жизни восстань святись Иерусалим ибо пришел свет твой и слава Господня зашла над тобою Исайя 60 глава 1 стих так Иерусалим начинает преобразовывать уже весь мир по божественному плану спасителя и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли деяние 1 глава 8 стих город земной становится городом духовным церковь Петхозаветная церковь Новозаветная восклик восклицает апостол о христианах Вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живаго к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов и время 12 глава 22 стих И тот же апостол восклицает о церкви А Высший Иерусалим свободен Он Матерь всем нам Галата 4 глава 26 стих Высший Иерусалим церковь это богочеловечество невеста ставшая одной плотью с женихом небо сходящее на землю по кипяте в этом мире в этом бытие и вот тайно зритель видит и в новом мире по кипяте свой святой город Иерусалим новый сходящий от Бога с неба на землю но не сказано шедший с неба а именно сходящий этим город Иерусалим становится как бы между небом и землей но не просто между ними как в новом третьем месте а именно как соединение того и другого как сходящее от Бога с неба на землю новое небо и новая земля это паки неба и паки земля новый Иерусалим это паки Иерусалим паки церковь это место соединения нового неба и новой земли место особого пребывания Бога с прославленными людьми церковь вечности новый город Иерусалим святый ибо является местом особого пребывания Бога и прославленных святых в вечности в него не войдет ничто нечистое стих 27 он новый в отличие от того старого бывшего на прежней земле бывшего святилищем в ветхозаветной церкви город новый ибо он в новом мире вечности старого мира тления и старого Иерусалима уже нет но опять как ранее о земле и небе надо разуметь не совершенное исчезновение прежнего и сознание его заново а новое бытие или паки бытие прежнего города и прежней христианской церкви бывшей на прежней земле миновали не они сами а их прежнее бытие приготовлен как невеста украшенная для мужа своего подобных выражениях представлялись Иерусалим и церковь ветхого завета а также и церковь нового завета восстань восстань облекись силу твою сион облекись в одежде величия твоего Иерусалим город святый Исайя 52 глава 1 стих ибо твой творец суть супруг твой Господь Савлов имя ему искупитель твой святый Израилев Богом всей земли называется он ибо как жену оставленную скорбящую духом призывает тебя Господь Исайя 54 глава 5 6 стих так и в новом завете церковь именуется невестой Христовой 2 коринфянам 11 глава 2 стих посланник официанам 5 глава 22 23 стих откровение 19 глава 7 8 стих и откровение 22 глава 17 стих небесная церковь вышний Иерусалим приготовленный как невеста украшена для мужа Христа за долги века земного странствования церковь украсилась божественной красотой для своего мужа Христа кто это восходящая из пустыни как бы столбы дыма окуриваемая миром и фемиамом всякими порошками мироварника прекрасна ты возлюблена моя как фирца любезна как Иерусалим грозна как пауки со знаменами псалом песни песней 3 глава 6 стих и 6 глава 4 стих вся песня песней Соломона есть гимн нетварной красоте церкви эту красоту стяжают святые ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его об этой святой земле восклицает пророк как велика благость его и как красота его и какая красота его Захарий 9 глава 17 стих отличительная особенность святых подвижников вовсе не их доброта которая бывает и у плотских людей даже у восьми грешных а красота духовная ошлепительная красота лучезарной смертоносной личности дебилому и плотскому человеку никак не доступна священник Павел Флоренский этой красотой украшайся душа дабы на тебя Бог как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством красотой Исаия 61 глава 10 стих такой красотой будет украшен небесный Иерусалим церковь для Христа одновременно с небесным видением Иоанн слышит и небесный голос и услышал я громкий голос неба по иному переводу читается голос от трона в первом случае голос нужно себе представлять радующимся вне Нового Иерусалима с неба и второго же чтения следует что голос раздается от престола трона Бога Иоаннца который был в центре Нового Иерусалима Откровение 22 глава 1 стих исходил ли этот голос с неба или от престола Божия он принадлежит не Богу а какому-то другому высшему существу например одному из четырех животных окружавших престол сравним Откровение 6 глава 6 стих ибо о Боге говорится в третьем лице Бог вступает в самое тесное общение с людьми и создает себе и им одну обитель Новый Иерусалим не просто скиния Бога но именно скиния Бога с человеками это союз Бога человечества об этом говорилось еще в Ветхом Завете и поставлю жилище мое среди вас и душа моя не вознушается вами и будут ходить среди вас и буду вашим Богом а вы будете моим народом книга Левит 26 глава 11-12 стих 11-12 стих и будет у них жилище мое и буду их Богом а они будут моим народом Иезекииль 37 глава 27 стих уже в Ветхом Завете Бог повелевает Моисею сделать скинию которая должна стать жилищем Бога среди людей обитая в скинии Бог обитал среди своего народа мрак язычества еще покрывал все народы земли но уже был ведом в Иудее Бог у Израиля великое имя его и было в Салиме жилище его и пребывание его на сегодня Псалом 75 2 30 стих Бог был со своим избранным народом обитал среди него в Иерусалиме и они были его народом а он был Богом их но вот совершается еще большее исполняются слова пророчества сиди во вчерее приимет и родит сына и на реку имя ему иммулил иммулил что значит с нами Бог Исаия 7 глава 14 стих и Матфея 1 глава 23 стих и слово стало плотью и обитало с нами Иван Глятияна 1 глава 14 стих теперь в доме Божием который есть церковь Бога живого 1 Тимофея 3 глава 15 обитает полнота наполняющая все во всем и христианам 1 глава 2 стих не часть а вся полнота Божия обитает в церкви с человеками так символически и мистически тождественны Богородица и церковь обитель Бога с людьми чадом церкви теперь говорится ибо вы храм Бога живого как сказал Бог веселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом 2 корифян 6 глава 16 стих исполняется обитование сына Божия человеку что с отцом через духа мы придем к нему и обитель у него сотворим Иван Глятияна 14 глава 23 стих Вышний Иерусалим обитель живоначальной троицы и матерь всем нам Галатам 4 глава 26 стих здесь Бог говорит людям народ мой здесь восклицают люди иманавил с нами Бог всякий праведный христианин исповеда свою веру воедину святую соборную и апостольскую церковь в паке бытие же вечности упразднится вера и будет видение от лица к лицу каково он и есть явлено как через тусклое стекло 1 калифянам 13 глава 12 стих яйца тогда воочию церковь место особого пребывания Бога с людьми на земле будет небесным градом местом особого пребывания Бога с людьми в вечности тогда люди будут его народом ибо не будет уже иного царя и он будет Богом их и не будет богов иных но это должно предваряться уже сейчас ибо мы все принадлежим к какой-нибудь народу к русскому английскому греческому индейскому индейскому но принадлежим ли мы уже к его народу к народу святому людям взятых в удел 1 Петра 2 глава 9 стих поревнуя о том душе иные превозносятся принадлежностью к тому или иному народу однако в небесном граде будет проверяться не гражданство государства земных не нация но чужой ли ты и пришелец или сограждан святым и свой Богом и христианам 2 глава 19 стих нам свойственно любить свой народ и дорожить им но свойственна нам та божественная любовь желающая видеть народ свой народ его народом потрудились ли мы о том помолились ли поревновали ли о братьях своих родных нам по плоти Римлян 9 глава 3 стих сам Бог будет Богом их что лучше что лучше дом одежда друг или мой дом моя одежда мой друг ясно что второе как многие знают Бога но стал ли он Богом их что нам от таких отвлеченных понятий как дом одежда друг если они не стали нашими не знаешь Бога Вселенной ты знаешь Бога Вселенной Бога Авраама Исаака Иакова но знаешь ли ты Бога своего стал ли Бог мира Богом твоим сказав о чудном единении Бога с людьми в небесном граде голос от престола возвещает даже о великом утешении которое сподобятся святые и отрех Бог всякую слезу сочи их как Исаия писал и отрех Господь Бог слезы со всех лиц Исаия 25 глава 8 стих сейчас на земле слезы не ссыхают на лицах людей ибо идут они долиной плача псалом 83 7 стих не случайно вся жизнь сравнится с прохождением по долине плача но вот сошедший в долину земных скорбей и слез восходит на гору блаженств и возвещает блаженны плачущие ибо они утешатся Матфея 5 глава 4 стих настанет светлый день когда Бог отрвет всякую слезу ибо иссушит их источник слезного моря и плача уже нет слезы покаяния ссушат с прощением слезы скорбей радостью на страшном суде вас плачут еще раз и праведники ибо они увидят прегрешение своей жизни каждому со слезами придется отвечать за всю свою жизнь но вот и эти слезы иссушены началась вечность небесной радости и веселья исчезла главная причина слез смерть и смерти не будет уже поглощена будет смерть навеки Исаия 25 глава 8 и сторону тажала смерти грех 1 коринфянам 15 глава 56 стих и поглощена смерть победою 1 коринфянам 15 глава 54 стих настало царство вечности бытия всей твари в Боге ни плача страждущих ни вопля униженных и оскорбленных уже не будет как и Исаия говорил о Новом Иерусалиме что не услышится в нем более голос плача и голос вопля Исаия 65 глава 19 стих ни болезни ни болезни ни болезни уже не будет человек и вся природа освободившись от греха и рабства тлению римлянам 8 глава 21 стих не будут уже знать болезни этого проклятия прежнего мира бытия 3 глава 16 по 19 стих болезнь преддверия смерти но вот закрылись врата смерти и никто уже более не войдет ими вырван корень смерти и исчезло древо болезни ибо прежнее прошло прошли слезы смерть плач вопли и болезни прошел образ прежнего мира и возвратятся избавленные господом придут на сион с радостными восклицаниями и радость вечная будет над головой их они найдут радость и веселье а печаль и воздыхание удалятся Исаия 35 глава 10 стих по кибыти вечности предваряется уже ныне в церкви уже ныне в церкви христовой утешаются платьющие успокаиваются вопиющие исцеляются болящие исчезает смерть проходит образ грешного мира для этого обильно изливается благодать Божия душа прошло ли твое прежнее исцеляешь от болезни греха перешла ли ты от смерти в жизнь все слава Господу вот мы как всегда в конце любого ролика показываем наше сокровище среди 38 изданных нами книг вот это новый завет трехтомник полное толкование вместе с апокалипсисом по святым отцам Блажен Аферфилахт и Андрей Кесарийский основу взяты вот как это выглядит подарочное с закладкой ну и у нас очень большое богатство в этом в интернете вот у нас сайт открыт по свете Библии главное 4124 ответа звук и видео здесь 50 книг примерно насчитанных а вот написано православный форум Игнатия Лапки в него только один раз щелкнуть и мы уже на форуме вот православный форум это 1440 тем ну и очень большой материал в Mail.ru я считаю это лучшая система для общения в интернете вот она распространяет все-таки намного хотя в начале было намного больше лучше и открыт у нас за последнее время нужно показать как это сделано было новый форум открытый называется православный видеоканал открытым окном во свете Библии здесь почти тысячи наших роликов наших не чужих вот допустим здесь Mail.ru я вчера посчитал у меня 6981 фото наше и 1132 ролика наше о том как православная деревня строится с нуля православный детский лагерь действует наше собрание миссионерская работа занятия ну наша жизнь здесь очень очень много всего поэтому приглашаем людей сюда и попутно показать что такое тысячелетнее царство это самое ошибочное и легко доказуемое для всех кто это не так принимает Христос воскрес это начало тысячелетнего царства об этом написано том второй открытым окном у меня в книге 470 страница на сайте а вот здесь Христос пришел тут сатана скован на Голгофе Христос пришел это страшный суд тут одновременно восхищение церкви и всеобщее воскресение праведных и грешных это разовое событие наступило вечное часы мира остановились и за три с половиной года время антихриста время скорби сатана освобожден все сайт наш к истине один народ сатана подруг подруг пожалуйста ну все пока следующее будем готовить материал довольны пока пересяду показать что есть у нас такое сокровище сокровище очень большое сегодня еще десяти утра нету к нам на форум зашло 65 человек на 65 человек это мало вот я показываю что не успел может быть вот она 65 на 3 больше чем вчера вчера было 255 дальше там 318 это маленькая цифра-то но главное что вот я здесь уже два месяца ехать сюда в деревне как сказать и вообще входа никакого нету мы сейчас в Барнауле находимся люди заходят вот то есть они не оставляют никакого следа 300 человек а чем они тут занимались то при том это каждый день 300 250 и никакого ничего нету следа вот благовестие тут мне сейчас опять пока говорил в это время вышло это администрация они все знают я не знаю видишь он не ответил как а я не знал это я отвечаю балбес сэр и щелкнул каблуками вот теперь отвечает что-то стало появляться а так какие-то фреймы что-то у вас там вот так нету у меня ничего непонятно 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 что-то новое как у меня это у меня у другого уходит этого нету надо проверить будет у Володи на твоем компьютере как оно идет какое-то funding это муз